Субтитры делал DimaTorzok Еще мы глянем на релизы следующей недели, вспомним взрывающие видеокарты игру 10-летней давности и пройдемся по блогам наших пользователей. Погнали! Тема с лутбоксами и их последствий для Electronic Arts на этой неделе получила развитие. Как стало известно, компания потеряла 3 миллиарда долларов в рыночной капитализации. Все это произошло из-за снижения цен на акции с момента релиза Star Wars Battlefront 2. В итоге этот процесс может серьезно повлиять на дальнейшее ведение бизнеса Electronic Arts. Цена на акции упала с начала ноября на 8,5%. Для сравнения, цена на акции Take-Two в этот же период поднялась на 5%, а Activision чуть больше, чем на 0,5%. Впрочем, падение акции не является катастрофой для Electronic Arts. За 2017 год цена на них все равно выросла на 39%. Тем не менее, начавшееся падение цены из-за скандала с микротранзакциями в Star Wars Battlefront 2 может серьезно отразиться на компании в будущем. Первоначальные продажи игры, судя по сообщениям, уже оказались довольно низкими. Но главной проблемой, даже глобальной, для компании оказались лутбоксы. Дело в том, что Electronic Arts получает огромные прибыли с продажей микротранзакций. Они активно используются в FIFA. Скандальная ситуация с Battlefront 2 может плохо отразиться на ней. Например, в Черную Пятницу игроки даже организовали бойкот внутриигровым покупкам FIFA 18. При этом в Electronic Arts уверены, что Star Wars Battlefront 2 – одна из лучших игр компании. Об этом заявил финансовый директор Блэк Йоргенсен, выступая перед инвесторами. Любопытен тот факт, что свои слова Йоргенсен подкрепляет отзывами игроков, которые в настоящее время наслаждаются Star Wars Battlefront 2. Он также добавил, что пользовательская база сохраняется сейчас лучше, чем у многих других игр Electronic Arts. В ближайшее время, по его словам, в нее добавят огромное количество контента. В принципе, в декабре действительно ожидается новый контент. В течение всего месяца игроков ждут особые испытания и награды. А с 13 декабря выходит бесплатное сюжетное дополнение, приуроченное к скорой премьере нового фильма. Кстати, это не все, что рассказал Блэк Йоргенсен на выступлении перед инвесторами. Еще он объяснил, почему закрыли студию Visceral Games. Йоргенсен заметил, что за последние 5-6 лет она и так существенно сократилась в размерах, до 80 разработчиков. Малое число сотрудников стало одной из причин, по которым к разработке игры по Звездным Войнам присоединились другие студии. Visceral старалась вывести геймплей на новый уровень, однако Electronic Arts продолжала следить за процессом и оценивать ход разработки. Проект, по мнению издателя, продолжал выглядеть как линейная игра. При этом в Electronic Arts считают, что такие игры уже не так нравятся людям, как 5 или 10 лет назад. В компании пришли к выводу, что вряд ли смогут покрыть издержки на разработку и решили закрыть студию. В настоящее время Electronic Arts решает, что можно сделать с уже существующими частями игры. Их либо оставят и поменяют концепцию проекта, либо используют в других играх. В конечном счете, закрытие студии стало экономическим решением. С другой стороны, многие сотрудники Visceral получают места в других подразделениях Electronic Arts. Компания старается сохранить так много бывших разработчиков студии, насколько это вообще возможно. Йоргенсен добавил, что издатель обычно принимает такие решения, как в случае с Visceral, как можно раньше в ходе разработки. Но в данной ситуации Electronic Arts позволила проблеме затянуться. Напомним, что в прошлом месяце гендиректор Electronic Arts Эндрю Уилсон вовсю защищал решение компании закрыть Visceral Games. При этом он отрицал обвинение в том, что причиной стала одиночная направленность игры. Давненько у нас не было новостей о Star Citizen. Там появились интересные штуки. Как стало известно, в игре пользователи смогут создавать опорные пункты на планетах при помощи специального колониального корабля. Корабль этот представляет собой передвижную фабрику. Если у вас есть специальная игровая лицензия, то вы сможете заполучить в свое распоряжение участок площадью 16 или 64 квадратных километра. Лицензии не дают права на какой-то конкретный участок земли. Вам придется самим изучать вселенную и искать место для своей колонии. И вроде бы все круто, но есть один маленький нюанс. Лицензии на использование колониального корабля вам придется покупать за реальные деньги. В настоящее время две доступные лицензии оценены в 50 и 100 долларов. Деньги от проданных лицензий пойдут на дальнейшее финансирование разработки. Впрочем, если вы не хотите тратиться, то можете основать колонию в любом свободном месте. Если вы залезете на чужую собственность, то будете объявлены преступником. Мы бы вообще на месте разработчиков добавили возможность сдавать взятки NPC за решение всяких вопросов. Само собой, за реальные деньги. Тем временем, сумма собранных средств на разработку Star Citizen перевалила за 168 миллионов долларов. Если вы помните, в феврале этого года разработчики серии Forza Horizon и студии Playground объявили о том, что начинают работу над новым проектом. Теперь же стало известно, что новый проект студии представляет из себя экшен-РПГ в открытом мире. Для работы над ним Playground Games наняла бывших разработчиков GTA V, Metal Gear Solid и даже Hellblade. Команда выглядит многообещающе. Для нее Playground Games даже приобрела новый офис. Очень интересно посмотреть, что из этого выйдет. Монреальская студия Warner Bros., создавшая игру Batman Arkham Origins, работает над новой игрой во вселенной DC. Это стало известно благодаря вакансии, которая открылась в студии. В ней говорится, что новый проект расширяет вселенную DC в сфере интерактивных развлечений. Вполне возможно, что Warner Bros. просто продолжит серию Batman Arkham. Разумеется, есть вероятность появления другого персонажа DC. В последние годы часто появляются слухи о игре про Супермена. В прошлом декабре, напомним, появились слухи о том, что студия займется игрой про сына Брюса Уэйна. Студия Creative Assembly тоже работает над новой игрой. При этом она не относится ни к одной из существующих серий. На сайте студии появились новые вакансии, три из которых относятся к новому проекту. Особой информации об игре почерпнуть из вакансий не удалось. Хотя в позиции системного дизайнера упоминается работа над оружием, движениями, способностями, гаджетами, здоровьем и другими основными геймплейными системами. Из описания вакансий следует, что игра будет определяющей для жанра. Хотя сам жанр не называется. Осталось дождаться официального анонса. Square Enix успокаивает поклонников Deus Ex и уверяет, что серия все еще имеет для нее большое значение. С таким заявлением выступил гендиректор Ясука Мацуда. По его словам, серия не мертва, а всего лишь взяла паузу на фоне выхода других крупных проектов. Напомним, что слухи о том, что издатель не будет делать продолжения, ходят уже давно. Гендиректор заявил, что все это неправда. Просто в настоящий момент у Square Enix в разработке находится несколько крупных проектов, а это накладывает свои ограничения. В итоге некоторым играм, в числе которых и Deus Ex, придется подождать свои очереди. Eidos Montreal действительно сейчас занята разработкой игры о Мстителях. Юсука Мацуда добавил, что Deus Ex остается крайне важной для Square Enix. Он даже рискнул рассказать, что в компании уже проводят обсуждения на тему того, какой может стать следующая часть. Проклятие Осириса Участие в кооперативных заданиях, новые соревновательные арены и другие вещи. Если вы активно играете в Destiny 2, то наверняка будете довольны. Ну а если вы ее бросили, то это может послужить поводом вернуться в игру и посмотреть, что там к чему. 7 декабря состоится релиз, ожидаемый многими Spellforce 3. Новая игра продолжит дело предыдущих, смешивая механики RPG и стратегии в реальном времени. Нам обещают улучшенные классические механики, а также обширные и разнообразные локации, среди которых будет куча подземелий. Одиночная кампания, кооператив, побочные задания. С какой стороны ни посмотри, Spellforce 3 это старая добрая смесь стратегий и ролевой игры. Надеемся, что новая игра нас не подведет. 10 лет назад, в ноябре 2007 года, вышел он, великий и ужасный Crysis. До него ни одна игра в истории не заставляла людей настолько сильно унывать из-за отсталости своей видеокарты, чего народ только не делал. Правил конфиги, настраивал параметры в консоли, запускал игру на чистой операционной системе. Все ради того, чтобы получить как можно больше FPS в самой красивой игре за всю историю игр. Ну, на тот момент, конечно. Впрочем, первый Crysis и сегодня даст фору множеству современных игр. В 2007 году казалось, что игра невероятно фотореалистична. Все выглядело почти как в жизни. Здесь можно было сесть за пулемет и выстрелами скосить целый лес, прямо как в кино про хищника. Листья пальм просвечивались на солнце. Растительность реагировала на движение игрока. Это было просто невероятно. Впрочем, Crysis была хороша не только графика. Это весьма и весьма неплохой и очень зрелищный шутер, в котором можно было прекрасно повеселиться, воюя с несчастными корейцами. Ну, а что касается системных требований, если вспомнить, как оно было на самом деле, то пройти игру на средних настройках могли очень многие. Выглядела она все равно замечательно. Переходим к блогам наших пользователей. Сегодня мы предлагаем вам прочитать пост о тех самых лутбоксах, а именно о том, нужно ли в этом случае вмешательство со стороны государства. Ссылку вы найдете в описании дайджеста. Заходите, читайте и комментируйте. Ну, а мы пока прощаемся с вами. Удачи и до встречи на Playground.ru